Здравствуйте! Меня зовут Фёдор Васильев. И это второй урок видеокурса «Лендинг пейдж для начинающих». И прежде чем мы начнём и откроем программу Adobe News, давайте сначала посмотрим в интернете, как вообще выглядит лендинг пейдж, какие они бывают. Но лучше всего, конечно же, смотреть лендинг пейдж, если вы, конечно, таки найдёте, например, с сайтов конкурентов, вашей тематики. Вам нужен лендинг пейдж, вам нужно что-то продать через него. Вот вы, например, пришли в этот урок, вы совсем новичок, вы ничего не знаете и хотите своими силами научиться создавать лендинг пейдж. И вот вам сейчас нужно сделать следующее. Также, например, в гугле написать лендинг пейдж и походить по сайтам, посмотреть их особенности, посмотреть их сходства, посмотреть, как люди делают, какие блоки у них расположены, какие первым блоком, какие вторым. И давайте сейчас это и сделаем. Вот, например, лендинг пейдж. Так, что тут интересного? Например, вот этот сайт. То есть сейчас мы не смотрим, какая здесь услуга, что они продают. Смотрите, немножко на другие вещи. Смотрите, что я вижу. Давайте посмотрим блоки. Шапка вот эта вот с меню, да? Потом еще логотип с телефоном. Это мы не берем. Идет блок, где идет, главное, у них первая информация. Заголовок, подзаголовок. Обращаем внимание, заголовок всегда присутствует. И подзаголовок. Мы с вами это будем делать. Ну, форму не обязательно делать сразу в первом экране, в первом блоке. Ну, вот здесь она присутствует. То есть можно. То есть в зависимости там, я не знаю. Надо смотреть, что за тематика. Каждой нишей индивидуальной здесь настройки идут. То есть где-то форма подходит в первом экране, где-то нет. Дальше. Результаты. То есть смотрите, результаты, да? То есть если у вас есть какие-то результаты вашей темы, то второй блок, например, мы будем делать результаты. Или можно еще сделать, например, если я продаю курс, можно сделать вот второй блок, то есть вот этот белый, да? Второй блок это «Что вы получите?». Обязательно где-то должен присутствовать блок «Что вы получите при покупке?». То есть такой примерный заголовок. И перечисление, как правило, сейчас так модно делать, иконки. И иконка, например, и описание к иконке. То есть что вы получите? Иконка там, например, часы изображены. И под ними соответствующий какой-то текст, да? То есть иконки нужно подбирать. Это тоже все будем проходить. В общем, ваша задача присмотреться. Обязательно клиентские отзывы, если таковые имеются, нужно разместить. Какие-то ключевые показатели, тоже что-то вроде этого, вы должны будете продумать на свой лендинг. В принципе, вот если так подглядывать, подсматривать, да, даже дизайн, можно сделать практически на первых этапах неплохой лендинг. Информация, то есть здесь информация именно об авторах, что они делают, как зовут, то есть вот это тоже можно блоки такие сделать. Ну и если требуются карты, да, то есть карты Google или Яндекс, также можно реализовать. Сейчас мы взяли вот первый пример. И что здесь я еще хочу отметить, да? Цветовая гамма, посмотрите, они используют практически не больше трех-четырех цветов. Смотрите, зеленый, белый, серый и черный. Ну так, может быть не черный, но такой светло-черный, да? И вот вниз смотрим, смотрите, выдержанная цветовая гамма, это важно тоже. То есть они определили сначала, какой хотят иметь цветовую гамму своего лендинга, да? И используют только эти цвета. Видите, нигде левых цветов нет. Об этом мы поговорим тоже. Это палитра для лендинг-пейдж. Смотрим ниже. Рамочка вокруг фотографий, кнопочки зеленые. При наведении, единственное, вот синий цвет, они, в принципе, наверное, тут все синие. Обратите внимание, нет лишних, да, никаких цветов. Зеленый, белый, черный. Ну, не считаются там полупрозрачные картинки. Это, так сказать, ключевая особенность всех лендингов, да? Сзади видно такая еле прозрачная картинка. Это все тоже будем делать. Вот обратите внимание, да, все здесь выдержано. Смотрится стильно, красиво, круто. Давайте посмотрим еще какие-нибудь примеры. Вот другой пример. Смотрите, когда вы смотрите на сайты, на лендинги, сейчас присматриваетесь, вы подсматриваете идеи. Очень хорошо могут помочь лендинги. Подсматривайте у одного, у второго и потом постарайтесь сделать лучше. Вот смотрите, тоже цветовая гамма здесь, да? Голубоватые, белые цвета, оранжевые. Вниз крутим. Также здесь, в принципе, выдержанная тоже цветовая гамма. Тоже форма здесь, видите, с оранжевым отливом. Вот какие-то, значит, цвета. Опять же, кнопки, да, где заказать, у них должен быть какой-то один цвет, яркий, выраженный. Этот цвет, который, например, вы будете использовать на кнопках, он желательно не должен попадаться где-то у вас в дизайне. Вот. Видите, тут тоже, в принципе, нормально сделано. Белые хорошо здесь смотрятся на рыжем. И смотрите, еще такой ключевой момент. Как правило, тут блоки темный, светлый. Темный, светлый. Видите, у них, у всех практически ключевая особенность такая, да? Какая-то картинка, можно считать ее, ну, такой яркой, темной, да? Здесь, видите, белый, светлый, да? Смотрите, как разбавлен текст. Это важно, чтобы у вас не было такого, как сплошняком много-много текста. Читать неудобно, многие могут бросить, не читать, уйти дальше. Очень важно качественно разбавлять текст, чтобы вот было немного текста. Даже если у вас текста много, его нужно разбавить картинками. Раз-раз много-много картинок по теме. Может быть, какой-то задний план, который будет визуально разбавлять массу текста, да? Вот видите, в принципе, здесь вот нормально. Смотрятся тарифные планы. Нету сплошняком текста, как книжка. И еще я вам советую посмотреть вот такой запрос, лендинг пейдж. Можете, в принципе, на любой сайт перейти, чтобы просто посмотреть, какие есть шаблоны на продажу. Потому что, по сути, этот шаблон можно в Мьюзе повторить. То есть, смотреть, как он устроен, да? Ну, а, конечно же, нужны будут навыки вам, чтобы повторить его, чтобы понять, как что устроено. Ну, тут вы просто должны присмотреться, вообще, какие они бывают. То есть, просто нам надо перейти и посмотреть демонстрацию. Вот, Live Preview. Популярнейший магазин Teamforced. Здесь можно много чего интересного посмотреть и купить. Долго грузился слайд. Ну, вот, в принципе, вот такой вот лендинг пейдж. Тоже, видите, сразу первый блок темный. Первый блок вообще идет слайдом. То есть, вот такие вот сменяющие друг друга изображения, да? Тоже здесь все выдержано. Цвета голубые, серые, темно-серые, светло-серые. Все очень качественно и профессионально. Ну, вот, в принципе, долго здесь заострять внимание не будем. Здесь вам уже должно быть понятно, да? Как смотреть, на что смотреть, на что обращать внимание, где черпать идеи. Теперь давайте подберем с вами сами цветовую гамму для будущего вашего лендинг пейдж. Конечно же, перед этим вы должны в голове хотя бы представлять, какой он должен быть, какие должны быть цвета. Желательно, чтобы перед этим у вас были какие-то заготовки, то есть, картинки, возможно, там, на задний план, который мы будем, например, там, затемнять, да, для дизайна просто. Соответственно, какой-то текст, но даже если для этого ничего не готово, то вы подготовите это позже. Я просто вас научу пользоваться классным инструментом от Adobe. Это coloradobe.com.ru. Вот сейчас адрес вы видите здесь. Просто или в Google, или сразу в адресной строке вбейте, и перейдете вот на такой сервис от Adobe. Здесь мы просто будем подбирать цветовую палитру. Смотрите, в центре у нас есть вот такой цвет. За ползунки можно просто играть цветом. Смотрите, меняются все цвета, если я двигаю средний. То есть, здесь автоматически система подбирает соотношение цветов. Как вы помнили, да, 3-4 цвета не больше желательно использовать на своем лендинге, то есть оттенка. И если мы двигаем вот так, то двигаются крайние, но не центральные. То есть, если вы хотите задать центральному сначала цвет и от него как бы скакать, да, чтобы вот эти вот крайние меняли оттенок, то можно вот здесь. Смотрите, можно вот на такой вот круговой вот диаграмме двигать ползунки, да, подбирать оттенки сразу. Ну и каждый этот ползунок, смотрите, отвечает блеклость, насыщенность, да. Верхний там меняет цветовой диапазон. Этот меняет тоже цвет в другом направлении. И тут затемнение и засветление. Ну, это больше так уже для профессионалов. Здесь есть, значит, вот такое вот меню. Я предлагаю вам всегда выбирать по вот это треугольное. То есть выбирать соотношение, предварительно выбрав вот этот пункт треугольное. Но еще я часто пользуюсь, вот есть тут наверху такая кнопка смотреть, кликаем сюда. Здесь вот мышкой наводим на часто используемые. И вот здесь вот можно быть популярные и часто используемые. Это здесь сохраняются, то есть, например, популярные, часто используемые. Те цветовые гаммы, которые уже использовали здесь люди. То есть уже подобрав под свой лендинг. Здесь уже такие интересные моменты. То есть здесь уже наглядно мы можем видеть соотношение цветов. И подумать, какой цвет нам подойдет. Например, смотрите, вот этот, если взять красный, например, отдадим кнопкам. Белый может быть буквы вот на темном бэкграунде. Например, вот темный синий, будет у нас общая синяя заливка заднего плана. Ну и вот такие блоки, светло вот этот вот синий и какой-то нежный, прям вот такой бело-голубой. Тоже где-то какие-то будут подложки, блоки, соотношение. Это если вам нужен какой-то вот такой оттенок. Можно взять более яркие, если вам они подходят. Или какие-то вот этот верхний, например, как матовый, да. И здесь их очень много. Здесь просто нужно выбрать. А для вас подходящий. И смотрите, что нужно сделать. Вам нужна либо программка на компьютер, который делает скриншоты с экрана. Либо, если есть у вас на клавиатуре кнопка Print Screen, и есть Photoshop, установленный на компьютере, то Print Screen нажимаем кнопку, идет снимок всего экрана, и в Photoshop, и Ctrl V он вставится. В общем, выберите какой-то способ, как сделать скриншот. Зачем это нужно, сейчас вы все поймете. То есть я буду делать скриншот вот такой программкой. То есть смотрите, вы определили цвет, цветовую гамму для вашего лендинга. И просто вот так вот сохраняете на компьютер вот эту цветовую гамму. Эту цветовую гамму мы поместим в программу, и будем пипеткой брать каждый раз тот оттенок, который мы будем использовать при создании блоков, любых элементов на вашем лендинге. На нашем лендинге. Я такое себе уже сделал, поэтому этот я сохранять не буду. Вот, в принципе, домашнее задание. Ваша задача перед следующим уроком определиться. Вначале будет, конечно, тяжело вам определиться, если вы вообще впервые с этим сталкиваетесь. Потому что это больше придет так с опытом, когда вы уже будете создадить не один лендинг, при этом используя палитру для лендинга. Потом уже будете, как бы, воображение будет работать лучше, и уже будет это все быстрее. Вот ваша задача скопировать какую-то палитру. Возможно, несколько, вдруг она вам не подойдет в процессе создания лендинга. Напоминаю, что нам палита нужна, чтобы выдержать цвет, чтобы был контраст, чтобы было красиво и стильно. Чтобы не было такого, что на лендинге куча всевозможных цветов. То есть дизайн будет просто некрасив, грязным, грязным, и будет расползаться непрофессионально. Как я вам показал примеры, видно, что они используют одни и те же цвета. Их там может быть всего 3-4, может быть больше. Иногда используем белый цвет как дополнение. Может быть такое, что нам, например, где-то не хватает. Потому что белый цвет, он подходит ко всем дизайнам. Думаю, на этом я урок заканчиваю. В следующем уроке мы уже будем знакомиться с программой Adobe Muse. Увидимся в следующем уроке.